Девушки отдыхают Никому ни слова Лишние проблемы будут Повтори, что ты сказал Украли золото Господи, ну куда он полез? Там кого-то порезали на крыльце Это прииск, это ведь не кооперативная лавка Представляешь, что начнется? Резня Про то, что золото в конторе не так много народу знало Ловко все рассчитал Кто же тогда это сделать-то мог? Ген Котомилин, геолог Я? Ты? Они же не брать нас придут Для них это охота Прииск по будням на RTVI Доказано С буренкой Дашей Даже учиться весело Цифры с ним за память Каждое утро Мульт караоке на RTVI Редактор субтитров А.Семкин Реклама срабатывает тогда, когда ее видит тот, кому она адресована Все начинается с рекламы Advertising at RTVI.com Размещение рекламы на RTVI Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 26 апреля 1986 года Произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции Она стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества Из-за взрыва ядерного реактора на четвертом блоке А.С. в атмосферу попали более 100 тонн радиоактивных веществ 30-километровая территория стала зоной, опасной для жизни Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло радионуклиды йода и цезия по большей части Европы Радиоактивному облучению подверглись свыше 8 миллионов жителей Украины, Белоруссии и Европейской части России Жертвами катастрофы стали несколько десятков человек А 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке Получили высокие дозы радиации Впоследствии над четвертым энергоблоком аварийной А.С. был возведен саркофаг Впоследствии над четвертом блоком аварийной А.С. был возведен саркофаг Впоследствии над четвертом блоком аварийной А.С. был возведен саркофаг